Перекройка российского автомобильного рынка продолжается. Иностранные бренды постепенно отходят от непосредственного управления своими активами в России. На минувшей неделе копилку ушедших пополнили шинники Michelin и Nokian. Поставлена точка в многолетних и бесславных попытках вернуть в Россию узбекские Chevrolet и Ravon. Грузовые автозаводы с переменным успехом замещают выпавших заграничных поставщиков, а тишину на легковом фронте нарушают китайцы. Свои седаны и кроссоверы сертифицируют премиальная марка «Хунци». О том, что автопром оказался самой пострадавшей отраслью, в очередной раз рассказал Росстат, обнародовавший индекс промышленного производства за май. По сравнению с прошлогодним маем выпуск автотранспорта упал на 70%. И это ещё с учётом грузовиков, которые держатся неплохо. А легковой автопром попросту сошёл на нет, рухнув на 97%. Ведь изо всех конвейеров в мае работал только тульский Хавейл. Июньская статистика будет намного лучше, но эти данные узнаем через месяц. А начнём мы этот выпуск с потенциальных новинок. Постоянные зрители канала «Автоплюс» обязаны знать, что китайская марка «Хунци» или в модной сейчас точной передаче китайского произношения «Хончи» известна своими правительственными лимузинами и парадными кабриолетами для партийной верхушки КНР. Однако некоторое время назад «красное знамя» взяло курс на демократизацию. Для этого гамму моделей пополнили относительно недорогие, можно сказать, массовые модели. И некоторую часть этих машин вскоре сможет приобрести российская публика. Во всяком случае, точно известно, что на подмосковном полигоне НАМИ обязательную сертификацию сейчас проходят сразу несколько автомобилей этого бренда. Младший представитель обширной семьи «Хунци» — это пятиметровый седан H5. У него поперечное расположение двигателя, передний привод, зато дизайн аж от самого Джайлза Тейлора, что прежде трудился главным стилистом компании Rolls-Royce. Ступенькой выше располагается немолодой, но солидный трёхобъёмник H7. Его определённо оценят консерваторы, так как китайцы совершенно легально используют неубиваемую заднеприводную платформу Toyota Crown. Флагманский H9 — несколько другая история. Его тоже рисовал упомянутый Джайлз Тейлор, который, очевидно, возжелал создать максимально респектабельный образ. И это, стоит признать, получилось. При этом старался не только дизайнер. Инженеры внедрили выдвижные ручки дверей, панорамную крышу и многое-многое другое. Плюс огромный седан предлагает двухцветную окраску кузова, а также отделку салона натуральными кожей и шпоном. Впрочем, нельзя не упомянуть и главный минус китайского люкса — это малокубатурные движки. Даже флагман оснащается двухлитровым турбомотором. А модель H5 вообще предлагает лишь полтора надувных литра. С какими конкретно агрегатами «Хунцы» придёт на российский рынок, мы узнаем по окончании сертификаций. Также остаётся секретом формат рыночного присутствия. С полноценным ли представительством или официальным дистрибьютором. Зато точно известно, что кроме бензиновых автомобилей нашему истеблишменту будет предложен электромобиль. Да какой! Огромный кроссовер формата BMW X7, способный отмахать на одной зарядке больше 600 километров. Кстати, не дожидаясь официального прихода красного знамени, серые дилеры уже начали ввозить такие машины. За роскошное SUV нынче просят от 10 до 12 миллионов рублей. Однако, как говорил герой известного романа, рассчитывать на демпинг со стороны официальных продавцов тоже не приходится. С другой стороны, из-за европейских санкций наши обеспеченные соотечественники вообще лишились люксовых авто. А тут — реальная альтернатива. Как известно, этой весной концерн General Motors ушёл из России, прикрывшись формулировкой о расширении приостановки. А теперь появились подробности, что заодно американцы прихватили с собой и лицензионные машины узбекского производства. Как сообщает Авторевью, заокеанский автогигант ввёл строжайший эмбарго на любые поставки машин на территорию России. Нарушение грозит государственному автозаводу «Узавтомотор» с самыми серьёзными санкциями, включая возможность блокировки конвейеров. Впрочем, для среднеазиатского автопроизводителя потеря российского рынка не станет серьёзной трагедией. Попытки вернуть на наш рынок узбекские машины — сначала под брендом «Равон», а затем как «Шевроле» — предпринимаются с 2016 года, но без успеха. Продажи откровенно не пошли. И «Узавтомоторс» переориентировался на внутренний рынок. В прошлом году силами трёх заводов — «Васаке», «Ташкенте» и «Питнаке» — было выпущено 237 тысяч автомобилей. Из них только 29 тысяч отправились на экспорт. Причём львиную долю поглотила не Россия, а Казахстан. Похоже, что российский импортер — фирма «Келес Рус» — вообще прекратил всякую деятельность. Его официальный сайт заблокирован, горячая линия отключена, а дилеры уверяют, что импортер перестал отвечать на запросы своих партнёров. В итоге у продавцов скопилось множество вопросов по поводу поставок запчастей и гарантийного ремонта, на которые нет ответов. Между тем, в самом Узбекистане скоро начнётся новая эпоха автомобилестроения. Во всяком случае, её анонсировала сама компания «Узавтомоторс», предваряя запуск главного конвейера после серьёзнейшей модернизации. Так «Васаке» через несколько недель стартует производство современных моделей «Шевроле» на свежей модульной платформе «GEM», а первым на конвейер станет компактный кроссовер «Шевроле Трекер». Эта модель — одноклассница «Хёнде Креты» и «Рено Каптюра». Притом среднеазиатские СМИ обещают очень интересные цены, переводив по официальному курсу от 1 до 1,5 миллионов рублей. Уже обещана высокая степень локализации, которая составит не менее 50%, а также баснословные инвестиции на уровне полумиллиарда долларов. Ещё 200 миллионов потрачены на производство турбомоторов. Следом за «Трекером» планируется освоить соплатформенный седан «Оникс». Оба они наверняка приглянулись бы российской публике. Но, повторим, в отношении России экспортные планы были полностью отменены. Попутно напомним, что вот уже почти год компании «Узавтомоторс» рулит небезызвестный россиянам Бу Инги Андерсон, то есть бывший президент нашего «АвтоВАЗа», при котором были запущены «Лады» «Калина Кросс», «Веста» и «Икс Рэй». Список ушедших пополнили и шинные компании. В один день об уходе с рынка объявили «Мишлен» и «Нокиан». Напомним, что французские шинники остановили свой российский завод ещё 15 марта. А сейчас заявили, что для возобновления работы нет технических возможностей. В частности, ввиду усложнившейся логистики. В итоге группа передаст свои активы новому владельцу до конца этого года. Скорее всего, производство и коммерция достанутся менеджменту локального офиса. При этом «Мишлен» уверяет, что работает над поиском лучшего решения для своих сотрудников. Также объявлено, что новая организация не будет связана со структурой и маркой «Мишлен». То есть новоиспечённые хозяева бизнеса не смогут выпускать и продавать продукцию под брендами «Мишлен», «Биэв Гудрич» и другими. Что же сможет делать оставленный французами завод, сейчас совершенно неясно. Возможно, предприятию придётся разработать собственные модели резины. Ну и попутно придумать или приобрести какой-нибудь бренд. Добавим, что штат российского «Мишлена» сейчас составляет около тысячи человек, из которых 750 — это сотрудники производственной площадки Давыдова. Этот подмосковный завод способен ежегодно выпускать до двух миллионов легковых шин. В глобальном плане рынок России оказался для компании не самым значительным. Так, подмосковное производство давало лишь 1% от общего объёма легковых покрышек, а продажи на рынке России занимали 2% от мировых. Финнский шинный гигант «Нокиан Тайрс» также начинает контролируемый уход из России. Подробностей пока минимум, но уже объявлено, что первым шагом станет значительное сокращение штата российского завода. Расположенное во Всеволожске предприятие лишится четверти персонала — 300 из 1300 сотрудников будут уволены по соглашению сторон. Заявление штаб-квартиры прокомментировал генеральный директор российского офиса Андрей Понтьюхов. Менеджмент российской компании представил совету директоров концерна предложение о будущем формате работы компании в России в автономном режиме. Мы верим, что принятие этого предложения позволит нам продолжить операционную деятельность в России. Однако совету директоров требуется больше времени для принятия решения. Также совет директоров может рассмотреть другие потенциальные решения в рамках контролируемого ухода с рынка. В любом случае целью является реализация решения, которое позволит обеспечить продолжение устойчивой деятельности компании в России. Фактически российский офис пытается договориться с финнами об автономной работе завода в Ленинградской области. Вероятно, под другим брендом. Севоложские мощности позволяют выпускать до 15 миллионов покрышек, составляя львиную долю всего мирового производства Nokia. И до февраля две трети продукции уходили на экспорт — в Центральную Европу и Северную Америку. Но пятый пакет санкций ЕС, принятый в апреле, запретил поставки шин из России, и главный завод компании оказался ограничен внутренним российским рынком. Поэтому для финнов отказ от российских активов будет гораздо более неприятным и болезненным, чем для компании Michelin. О перспективах автозавода «Урал» новости недели сообщали только в прошлом выпуске. Однако портал «Дром» добыл свежую порцию интереснейших подробностей. Итак, издание уточняет, что многие грузовики российской марки оснащались импортными коробками, мостами и раздатками. В частности, в Миассе ставили механические коробки ЦТФ, а на совсем тяжёлые самосвалы — автоматы американской фирмы Ellison. Сейчас тяжёлые механические коробки немецкого производителя планируется заменить китайскими агрегатами FastGear, на которые почти тотально перешёл белорусский МАЗ. За океанским автоматическим трансмиссиям также нашлась поднебесная альтернатива неназванного пока поставщика. Вместо европейских тормозных камер, рулевых механизмов, антиблокировочной системы, кондиционеров, отопителей и светотехники удалось оперативно подобрать отечественные аналоги из России и Белоруссии. Что касается двигателей, то «Урал» продолжает использовать продукцию Ярославского моторного завода. Правда, всем агрегатам, включая представителей современной 536-й серии, пришлось просесть до норм Евро-2. Так, ЯМЗ-536 заполучил блок управления от московской фирмы «Ителма», топливную аппаратуру от барнаульского завода АЗПИ, а вместо электронной педали газа примерил самую обычную механическую. Не менее любопытно, что бескапотные «Уралы», которые оснащаются модернизированной кабиной от старого тягача и века «Турбостар», удалось адаптировать под классические V-образные двигатели – ЯМЗ-236 и 238. Сейчас такая антикризисная машина проходит сертификацию. Но самое интересное – в Миассе готовится выпустить универсальный бескапотный кабинный модуль – современный, удобный и относительно недорогой. Его разработкой займётся сторонний подрядчик, скорее всего, из Китая или Индии. Под свежую кабину планируется принципиально новая модель грузовика – дорожный седельный тягач, который удивит необычной для уральской техники компоновкой – строго задним приводом, двускатной ошиновкой и пневматической подвеской – этакий КАМАЗ серии К4. При должном качестве такой автомобиль станет серьёзным конкурентом камским тягачам. Особенно учитывая, что семейство К4 больше никогда не вернётся на КАМАЗовский конвейер. И связанная новость. Ярославский моторный завод готовится расширить гамму продукции. Так, рядные шестёрки ЯМЗ-536 объёмом 6,7 литра планируются существенно увеличить литраж. На выходе получится 8-литровый вариант мощностью до 360 сил. Такой должен заинтересовать минские и уральские автозаводы, а заодно отечественных производителей автобусов. О том, что КАМАЗ разрабатывает целое семейство беспилотных карьерных самосвалов, в набережных Челнах говорили давно и открыто. А сейчас грузовик под названием «Юпитер» впервые показали публике. Но не широкой, а членам совета директоров завода. Итак, перед нами девятиметровая полноуправляемая полноприводная машина, у которой ни спереди, ни сзади в силу полной автономности нет кабинного модуля. Так что для погрузки и разгрузки самосвалу не нужно разворачиваться. В плане техники автомобиль оснащён 12-литровой камазовской шестёркой нового поколения. Она вращает генератор, который заряжает аккумулятор и питает два электромотора. Сейчас камазовцы, которым ассистируют инженеры МГТУ имени Баумана, занимаются настройкой беспилотника. Как только этот процесс будет закончен, машину передадут кемеровскому угольному разрезу «Черниговский». Впрочем, проект «Юпитер» — это, мягко говоря, отдалённая перспектива. А прямо сейчас задача «Камаза» — выстоять под давлением санкций, так как Минфин США ввёл против компании, блокирующие ограничения. В санкционный список также попали нефтекамские автомобильные и тутаевские моторные заводы. Впрочем, для них предусмотрена полугодовая отсрочка, но только по сельскохозяйственным машинам. Адресные американские санкции могут затруднить закупку любых импортных компонентов, включая китайские. Сейчас банки Поднебесной стараются не проводить платежи для предприятий, которые потенциально могут стать объектами вторичных санкций, чтобы самим не попасть под них. Между тем, из набережных Челнов ушёл концерн «Кнор-Бремзе» — знаменитый тормозными системами для коммерческого транспорта. В России немцы имели совместное предприятие, которое теперь перешло под контроль второго партнёра — «Камаза». При службе грузового автогиганта телеканалу «Автоплюс» уточнили, что Челнинский завод продолжит выпускать тормозные системы, невзирая на смену собственника. Основным потребителем механизмов является собственный «Камаз». Кстати, его можно назвать рекордсменом по количеству всевозможных СП. Им были созданы «ЦФ Кама» с компанией «ЦФ», «Каминз Кама» с фирмой «Каминз», а также «Федерал Могул Кама» и «Кнор-Бремза Кама». Пока стала известна судьба только лишь последнего. Во всяком случае, о прекращении работы ООО «Каминз Кама» ранее заявлял только директор ателье РИАД, придворного доработчика грузовиков «КамАЗ».